Стали известны лауреаты конкурса «Стерлитамак. Наш общий дом» на денежные гранты башкирской содовой компании. Торжественная церемония награждения финалистов состоялась в отеле «Кралплаза Уфа». Я не ожидала, что такой размах будет. И организаторы молодцы, и обучение было замечательное. И вот этот фуршет. Спасибо всем большое за такой праздник. Триумфатором конкурса стал проект «Аллея ученых и писателей», в рамках которого планируется увековечить выдающихся литераторов и научных деятелей из Башкортостана. На инициативу будет выделен 1 миллион рублей. В процессе народного голосования проект поддержали почти 4000 жителей республики. Открытие культурного объекта в «Стерлитамаке» запланировано на май 2021 года. Нам очень хотелось сделать красивейшую аллею с белой брусчаткой, чтобы здесь были наши предки, которые давали нам мудрость, опыт свой, оставили много замечательных своих произведений. Сергей Тимофеевич Аксаков, Константин Васильевич Иванов с его бессмертной поэмой «Нарспи», Галимжан Ибрагимов, Мухаммед Салюм и Медбаев. Они бы очень органично вписались. Всего на конкурс было подано 134 заявки. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. В результате члены экспертного совета отобрали 30, по их мнению, лучших инициатив, которые были допущены к участию в народном голосовании. Также в этом году башкирская содовая компания в рамках программы «Стерлитамак – наш общий дом» разыграла гранты на реализацию добровольческих проектов среди сотрудников предприятия. Конкурс «Я волонтер БСК» стартовал в июле. В течение трех месяцев работники организации презентовали свои проекты экспертному совету. Всего было подано 35 заявок на участие. Социальные инициативы заводчан охватили такие направления, как образование, культура, спорт, экология и патриотическое воспитание. Когда узнал, что выиграл мой проект «Грант» 50 тысяч, был достаточно рад тому, что я смогу помочь детям, у которых нервная система немножко не в порядке, и тем самым сделаю для них сенсорную комнату, где они спокойно могут привести свою нервную систему в порядок, послушать разную музыку, успокоиться и продолжить занятия. Потому что на данный момент в школе интернат номер один, в городе Стерли Тамака нет такой комнаты. Главная цель моего проекта направлена на аудиторию детей детской среди школы номер два. В проекте, получается, я заложила закупку ультразвуковых увлажнителей воздуха для первых, вторых, третьих классов. Общий фонд конкурса «Стерли Тамак. Наш общий дом» составил 3 миллиона 500 тысяч рублей. В 2020 году география мероприятия была расширена. Помимо жителей самого Стерли Тамака, побороться за гранты от БСК смогли активисты Стерли Тамакского и Ишимбайского районов. Наибольшее количество заявок пришлись на такие номинации, как творчество, культура и искусство, а также здоровый образ жизни. Организаторы отметили высокий уровень конкурсных работ этого года и выразили надежду на успешную реализацию инициатив победителей.